Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 18 февраля, Православная Церковь совершает память мученицы Агафии. Святая мученица Агафия почитается в нашем простом народе заступницей от вреда огненного. Она жила в Сицилии при безбожном гонителе христиан Декии и происходило от знатных родителей, воспитавших ее в истинном благочестии. Наступило гонение Декия. Святая Агафия стала готовиться к мученической кончине. Правитель области Квинтиан, увлеченный красотою юной христианки, решил отвлечь ее от христианской веры и с этой целью поместил ее в дом одной язычницы вдовы, проводившей беспутную жизнь. Однако жизнь в языческом доме среди веселья и роскоши не расположила к себе святую Агафию. Не помогли также и увещевания языческой вдовы. Видя это, правитель задумал прибегнуть к более решительным мирам. Он стал допрашивать Агафию, почему она не кланяется идолам. Святая ответствовала. Ваши идолы не боги, а бесчувственные чурбаны. И сами вы рабы этих чурбанов. Раздраженный Квинтиан подверг святую Агафию жестоким мучениям и затем заключил в темницу. Видя, однако, ее непреклонность, он велел рвать клещами ее грудь. «Бесчувственная мучитель!» – воскликнула Агафия. «Ты не стыдишься отрезывать у женщины сосцы, которыми ты сам питался у своей матери. Когда потом Агафию бросили в темницу, то ей явился апостол Петр и исцелил ее раны. Необычайный свет при этом озарил темницу. Воины, испуганные этим, разбежались. Святая Агафия, однако, этим не воспользовалась, покорно ожидая мученического венца. На пятый день ее позвали опять к мучителю. Когда же она снова исповедала Христа, то мучитель велел насыпать на земле горячих углей и раскаленных черепиц и затем на их груду бросить ногу и Агафию. Вдруг раздались удары землетрясения. Испуганный этим, а также возмущением граждан, правитель отправил Агафию опять в темницу, где святая и скончалась, пламенно помолившись Богу и возблагодарив Его за ту силу и терпение, с какую она переносила мучения. Но ее гробница впоследствии была построена церковь стараниями ее почитателей-христиан. Гнев Божий скоро поразил нечестивого мучителя Квинтиана. Когда он отправился на родину святой Агафии в город Палермо, чтобы взять себе все ее имущество, то при одной переправе он упал в воду и утонул. Однажды на острове Сицилия началось извержение вулкана Этны. Жители острова взяли одежду с гробницы святой Агафии и держали ее против огня. Извержение прекратилось. Это и послужило основанием для веры в помощь святой славной мученицы Агафии против бедствий от огня. Жизнь этой мученицы научает нас терпеливо переносить все страдания и невзгоды жизни, не падать духом, не унывать, а надеяться на помощь Божию. Она научает нас веровать, что страдания посылаются Богом для нашего же спасения. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мученицы Феодулии и мучеников Еладия, Макария и Евагрия, преподобно-мученика Николая Цикуры, преподобно-мученицы Александры Каспаровой, мученика Михаила Амелюшкина, совершается празднование Елецкой, Черниговской, Сицилийской или Девногорской и именуемой взыскания погибших иконам Божией Матери. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok